Дмитрий Медведев вручил российским олимпийцам-медалистам ключи от автомобилей БМВ. Церемония награждения прошла в Кремле. В общей сложности 129 машин подарили чемпиона. Ходите за руль. Ну, ехать не обязательно. А вы когда на Анатольевичу сели, он вам не понравился проехать, завести ее? Не-не-не, я ему сразу сказала, у меня прав нет. Он меня поздравил, я ему взаимностью ответила. И у меня, вы знаете, сразу вопросы возникли. Во-первых, почему ценные подарки олимпийцам вручал Медведев? Он что, отвечает за спорт в нашей стране? Нет. Может быть, тогда он какой-то заместитель президента или премьер-министр? Тоже нет. Может, хотя бы ключевой пост в Госдуме или там в Совете Федерации человек занимает? И снова мимо. А-а-а, до меня дошло. Дмитрий Анатольевич ведь председатель партии «Единая Россия». Вероятно, красавцы в очередной раз решили на чужом горбу в рай въехать, побыть добренькими за счет налогоплательщиков. Это ведь вообще излюбленная тактика ребятишек. Примазаться, а после понты колотить, мол, мы партия реальных дел вот и сейчас. Награждают спортсменов вроде как государство. Деньги на ценные подарки взяли из бюджета, а эти тут как тут. Разрешите вручить ключи и не забудьте поддержать нас на выборах. Хорошо устроились. Целый народ, значит, горбатился. Целый народ выделял деньги на поддержку и развитие спорта в нашей стране даже в самые тяжелые времена ради вот этих вот побед. А когда пришло время плюшки делить, нарисовались политические проходимцы от ядра и снова обставили все так, будто бы случившаяся исключительная их заслуга. Браво! Это реальная журналистика. Всем привет и поехали! Ну и второй вопрос, который интересует меня не меньше, а почему БМВ? Нам с упорством идиота много лет к ряду рассказывают о необходимости импортозамещения. Пожалуйста, импортозамещайтесь. Помнится Путина на его нынешний президентский срок как будто бы рабочие автогазы выдвинули. Вот и вручали бы сегодня спортсменам Волги, а ну хотя бы выглядела символично. Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок. Погласите свое решение. Ведь мы за вас газ, за вас так ведь автозаводцы? Давайте вместе! Газ за вас! Газ за вас! Газ за вас! А еще именно с таких ситуаций начинается пресловутое импортозамещение. Лучшего повода для популяризации отечественного автопрома придумать нельзя! За спортсменов болеют миллионы. Это Пугачеву могут не все слушать. А за олимпийцев-то даже последняя домохозяйка кулачки держит. Вот и вручили бы в Кремле ребятам 129 автомобилей. Газ причем надо было сделать так, чтобы лично Владимир Путин вручал. Вот это пиар-ход. Вот это я понимаю, уверен. Кто-то из болельщиков впоследствии обязательно захотел бы точно такую же Волгу, как у Кумира. Пожалуйста тебе, продажи пошли. По совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель! Но и это еще не все. Неплохо было бы затем чиновников на те Волги пересадить. Немцов же предлагал в свое время. Что ж вы такую хорошую идею похоронили? У нас ежемесячно какие-то тендеры разыгрываются на покупку авто представительского класса для разных министерств и ведомств. «Мерседес», «БМВ», «Тойоте» деньги от тех тендеров уходят зачем? Когда их можно вложить в экономику своей страны, а заодно помочь таким образом российским автогигантам. Не кредитами. Которые никогда не вернутся ни псевдоинвестициями, ни криками, мол, давайте спасать вас. А конкретными живыми контрактами. Представляете, всех слуг народа на российские машины пересадить. Это ж какая выгода для страны. В прошлой программе только рассказывал, у нас одних чиновников 2,5 миллиона. Вот вам. Готовое решение по импортозамещению целой отрасли. Дарью пользуйтесь. Причем даже сейчас еще не все плюсы озвучил. Качество наших тазов таким макаром можно изменить. Ну прикиньте, у какого-нибудь Мишустина служебная Волга начнет ломаться с утра до вечера. Он станет везде опаздывать. Да мухой директору завода шею намыли, то уже завтра на конвейере будут не тазы, а чудо чудное. Сколько было анекдотов про наши Лады. Я вас уверяю, сегодня автомобиль Лада это по качеству нисколько не уступает ни Форду, ни корейским автомобилям, там Киа или там, ну тем более китайским. Конечно я понимаю, что все сказанное мною выше, это утопия, никогда такого не случится во всяком случае. В обозримом будущем тогда к чему весь этот жаз спросите меня вы? Просто ура патриоты очень любят нести ахинею из разряда критикуешь, предлагаю, ловите. Вот я вам предложил очень простую, очень понятную идею импортозамещения по конкретному направлению, патриотичную, кстати, идею, как вы любите. А теперь вы ответите мне на вопрос, что мешает герою Россию Чемизову и его соратникам по партии все это дело воплотить в жизнь. Как глава Ростеха Чемизов вообще должен быть кровно воном заинтересован, так вот я и спрашиваю. Что или кто мешает? Опять Байден? Опять украбандеровцы? Опять марсиане? Кто? А спорим, у ватников нет ответа на этот вопрос. Почему? Да потому что клоуны, безголовые, живущие исключительно лозунгами, у них уже человеческого-то ничего не осталось, про способность трезво мыслить даже не заикаюсь. Мы, отряды Путина, очень обеспокоены тем, что американские хакеры пытаются украсть наши выборы. Очень порадовала вот эта вот новость, порадовала, потому что адресована она в первую очередь людям, которые каждые пять лет принимают решения за всю страну, а точнее каждые пять лет подкладывают всей стране свинью. Да, я про учителей, поздравляю вас, дорогие мои, да вбрасывались, теперь ваши благодетели и за вас взялись. В Министерстве оттупления населения, простите, в Министерстве образования, конечно же, разработали. И уже начали тестировать новую систему оплаты труда для педагогов с 2022 года, а где-то уже и отныне. Доход учителя будет складываться следующим образом из А. Базовой ставки, в зависимости от квалификации, Б. Компенсационные выплаты. Подозреваю, речь в данном случае идет о часах и нагрузке, В. Стимулирующих надбавок, плюс компенсации надбавки от региональных властей. С одной стороны, выглядит здорово, заманчиво, ну а что, учителю, наконец, дают возможность заработать. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Вот только на деле. Но мы же все понимаем, как оно будет работать. По сути, государство этих учителей сбросило с баланса, гарантировав лишь базовую ставку за остальным. К директору школы и в областное правительство нам можете больше даже не жаловаться. А теперь совсем. По-русски, что они сделали? Да они сделали этих учителей рабами, рабами директоров. Теперь, как барин решит, так и будет. Сочтешь нужным. Получишь свою надбавку и компенсацию, а будет не в настроении. Сиди на голом окладе в размере МРОД 12800 в данный момент, если кто запамятовал. Основная эта проблема в чем заключается? Подобное могло бы выстрелить в любой другой стране, где словосочетание права человека – это не пустой звук. Где работник, в случае чего, может пойти в трудовую инспекцию или в прокуратуру и найти защиту от самодурства, самоуправства руководителя там. Ну или тогда, когда того же директора назначают снизу. Трудовой коллектив его кандидатуру выдвигает, утверждает, избирает на определенный срок. Вот только за окном Россия. Здесь нет ни того, ни другого. У нас директор – это царь, бог и воинский начальник теперь уже окончательно. И как он захочет, повторюсь, так и будет. Скажет вбрасывать – будешь вбрасывать. Скажет бежать на прививку – побежишь на прививку. Скажет переспать – переспишь. Ковырнуть того директора уже сегодня невозможно, потому что ставленник кого-то из министерства. Ну или еще откуда-нибудь, а посему. Еще раз. Дорогие наши педагоги, вот вы и дождались. Наконец-то вы стали крепостными. Ну а всем остальным, что я могу сказать? О последствиях, я думаю, рассказывать не нужно. Сами догадываетесь, да, какая картина всех нас может ждать. Очень скоро, к слову, тут как раз в ЦИОМ провел. И вопрос очередной, и выяснилось, что уже 60% граждан с удовольствием уехали бы из России на ПМЖ в другие страны. А если по профессиям, так на первом месте знаете кто? Да как раз учителя. Алло, мы ищем педагогов. В школах Братска отмечают нехватку профессиональных кадров. Проблема не нова, но с каждым годом ее масштаб ощущается все сильнее. На каких учителей самый большой спрос и что ждет местную систему образования в ближайшие несколько лет, выясняли Вадим Галышев и Владимир Заборьев. Ну и чтобы совсем вы не заскучали, как раз вот и наглядный пример подвезли. Он, правда, не о педагогах, но очень показателен. В моем родном Екатеринбурге массово увольняются сотрудники полиции. Как сообщает портал, я один ежедневно. Кадровики областного главка получают десятки рапортов. Люди не хотят служить. Причина рекордного оттока кадров. А. Низкие зарплаты тех, кто работает на земле. И не руководители. Естественно, и Б. Как раз вот то, о чем выше говорил. Самодурство и некомпетентность большинства начальников. Рядовые сотрудники просто устали от произвола, от беспредела. От кумовства и отсутствия хоть какой-то благодарности. Есть информация, что некомплект по региону уже достиг 40 и даже 50 процентов. В отдельных населенных пунктах. Вот зря ты сейчас радуешься, думая, мол, ну и славно. Меньше ментов, легче дышать. Это не так. Дело в том, что уходят-то лучшие. Уходят действительно профессионалы. И те, у кого осталось еще такое понятие, как честь и совесть. А вот кого наберут вместо этих служивых. Вот это действительно тот еще вопрос. Так что подумай об этом. Все. Переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Проверяйте подписку, жалоб. Много что люди отписывают без их ведома. Лайки, репосты оставлять не ленитесь. Это поможет. Прорвать информационную блокаду. Режим активно взялся за нашего брата в соцсетях. Цензурирует. Напомню, что теперь у нас есть телеграм-канал. И там больше свободы. Там я могу сказать больше, чем, например, здесь или в том же ТикТоке. Поэтому подписывайтесь, не пожалеете. Ссылку оставлю в описании, в закрепленном комментарии. В остальных соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok